друзья привет ну что же продолжаем работу над крыльями моего арви 10 самолета сегодня у нас рипс или если перевести дословно ребра ну а если правильно то нервюры так вот значит задача сейчас какая задача подготовить нервюры для установки сделать отдельно некоторые детальки еще и постепенно начать все это дело устанавливать на спарс на лонжероны значит единственно что мне сейчас немного задерживает в процессе работы это нехватка инструмента как я понял процесс штамповки этих нервюр они были именно штампованные из алюминия делает их немного если вы можете заметить на надеюсь можете заметить не ровными то есть вот искривленными и это необходимо корректировать как это рекомендует корректировать ванс они рекомендуют использовать специальный такой инструмент хитрый я кстати его заказал я жду грубо говоря такой вот язычок едва таких то есть он будет как бы нажимать или фактически вот продавливать делать такую складку и эта складка будет соответственно немножко сжимать металл я покажу когда придет мой инструмент но к сожалению инструмент пока еще наверно неделю не придет поэтому пока я ребра отложу в сторону то бишь нервюры а буду заниматься другими деталями множество уголков которые нужно распилить разрезать много полосочек приготовить но в принципе сам процесс это установка нервюр на лонжерон поэтому я этим занимаюсь это следующий шаг после того как я закончил подготовку самих лонжеронов так что думаю видео будет долгим в плане долго делаться потому что пока даже нет инструмента нужного работы много потом еще предстоит идеально 90 градусов делать сами вот загибы нервюр но это уже следующий шаг ну что же давайте смотреть так и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 Итак, процесс продолжается. Работа над моими крыльями для RV10 продолжается. Столкнулся я с некоторой проблемой в процессе, которая меня отбросит на какое-то время в работе. Проблема заключается в том, что у меня нет одного инструмента, который я заказал. Итак, во всем по порядку. Значит, это у нас wing ribs. Значит, то есть по-английски это ребра крыльев, wing ribs, ребра крыльев, но по-русски правильно, если не переводить дословно, это называется нервюра. Итак, наши нервюры, они изготавливаются из алюминия и, как я понял, изготавливаются методом штамповки. То есть есть алюминиевый лист, вот прям станок их вырубает, можно сказать, штампом загибает, вырубает. В процессе этой штамповки по какой-то причине, наверное, это технологический процесс, наше ребро или наша нервюра получается с искривлением. То есть она имеет искривление. Ну, на глаз я не скажу сколько, 3-5 градусов, неважно. Но этого не должно быть. Точнее, это нельзя так допускать при установке в крылья, потому что наши отверстия на скин обычно прямо идут. Для этого это необходимо разровнять. Значит, помимо этого, сами борта, то есть фланч, в английский фланч, по-русски, наверное, фланец, наверное, фланцы, это фланцы, они не 90 градусов имеют угол к самой плоскости здесь. Это еще одна проблема. Значит, но если проблема 90 градусов решается, решаемая проблема с помощью инструмента, плоскогубцы с широкими такими губами, да, то есть обхватить можно и аккуратно это вывести все, или есть еще там можно инструмент сделать, то проблема вот именно этого искривления, для этого нужен специальный инструмент. Этот инструмент называется по-английски florental, по-русски даже не знаю, как это называется, но инструмент, смысл инструмента очень прост. То есть это обычные пассатижи, у которых в центре один такой нажимчик, а с боков два. То есть как бы, что он делает этот инструмент? Он фактически прожимает, прожимает в определенных местах фланец и тем самым его стягивает. То есть фактически стяжку делает ему. То есть мы прожимаем чуть металл и поверхность стягивается вместе. Морщиницы, так сказать, морщинки делаем. Значит, этот инструмент я заказываю. Но сколько времени займет, пока он придет, не знаю. Ну, без него не продвинуться вперед. Значит, что я сделал пока? На самом деле немного. Я прошел по всем рипсам, то есть по всем нервюрам. Я все нервюры постарался подготовить. В каком плане? Не все, которые нужны были. На какие-то я уже закрепил некоторые элементы конструкции, пока на кликозах. То есть на этом, например, будут держаться у нас закрылки и элероны. Это крепежные узлы. Вот, в принципе, эту часть пока закончил. Планирую сейчас я их еще сделать матовыми все нервюры. Ну, подготовить сразу поверхность, чтобы потом этим не заниматься. По возможности посмотрю, что могу подготовить еще. И, наверное, все. Мне придется ждать. Посмотрю, если я могу какую-то другую часть работы начать делать. Опять же, но, вероятнее всего, нет. Потому что эта часть, она является промежуточной до того, как я начну устанавливать какие-то детали на мои спарс, то есть на мои лонжероны. Поэтому это, наверное, займет время. Ну что же, буду продолжать работать. По мере работы буду делать продолжение этого видео и комментировать по возможности. Продолжаем смотреть. Ну что же, немного погрустив, я все-таки понял, что я могу себе найти занятие, несмотря на то, что одного из инструментов у меня не хватает. Как вы помните, я сказал про две проблемы. Первая проблема в том, что у нас сами wing grips, то есть нервюры неровные. То есть это штамповка. И для этого нужен специальный инструмент, который вот будет тут складочки делать между отверстиями. И тем самым изгиб вернется в нормальное положение. Этот инструмент заказан, и я его жду. А вот вторая проблема, это то, что у нас фланжес вот эти вот, да, то есть фланцы не 90 градусов по отношению к поверхности. Вот такой простой инструмент я сделал. Осиновая деревяшка здесь, осиновая деревяшка здесь. Все это притянуто к верстаку с помощью струбцины вот такой. Ручка, пару болтов, пару железяк. Вот здесь имеем 11 градусов угол, здесь имеем 11 градусов угол. Такой простой, простейший инструмент. Подсмотрел на форумах. Вставляем наш фланец вот сюда. И вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот начинаем двигаться. Двигаемся через всю длину фланца. Медленно, медленно, медленно. Фактически изгибаем его негативно 11 градусов внутрь. Прошли по фланцу. И, о чудо, у нас здесь 90 градусов получается. Как это ни странно, но это работает. Я вначале не совсем понял, почему именно 11 градусов, но потом вроде как ребята на форумах пояснили, что, точнее я как читал то, что люди писали, что вроде как эти вот негативные 11 градусов, это примерно то, что возвращает в нормальное состояние этот фланец после того, как методом штамповки, вот, относительно того угла, который, в принципе, они все имеют, а у ВАНС, как понятно, если штампуются на одном станке, то примерно все одинаковый угол имеют, то 11 градусов негативный загиб впоследствии полностью возвращает наш фланец под 90 градусов поверхности. Поэтому примерно одна нервюра занимает порядка минуты с помощью такого примитивного станка, инструмента. Ну, вот я думаю, что я себе и нашел занятие. Поэтому работа продолжается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Итак, друзья, в этот раз почта Канады все-таки сделала свою работу. Обычно они тормозят и опаздывают на неделю, на две, но в этот раз они доставили на два дня раньше. Я даже не ожидал. Представляете, в субботу утром доставляют посылку. Я удивился. Должны были доставить только завтра, во вторник. Итак, пришли мои инструменты, пришли там сверла я заказывал, то-се. Но хочу сфокусировать внимание на двух инструментах, которые я купил. Итак, вот этот инструмент для того, чтобы, грубо говоря, загибать, выгибать. Сейчас я покажу его. И инструмент для того, чтобы, так называемый, флютентул, для того, чтобы выравнивать ребра. Итак, первый инструмент, ну, здесь с этим все просто, да. А я не знаю, как по-русски этот инструмент называется, но эта часть, это по-английски это wise grip. То есть, это, грубо говоря, псатижи с зажимом, с возможностью регулировать зажим. Они их взяли и на них, соответственно, вот видно, наварили, значит, такие как бы две площадки, да, как липс. И, то есть, можно плоско зажимать материал, очень удобно. Вот, но, как вы могли заметить, я уже решил эту проблему, изготовив из дерева простейший инструмент, с помощью которого я 90 градусов выставил. Поэтому этот инструмент, конечно же, я буду использовать, но позже. Вот, а это вот у нас тот самый флютентул, который мне нужен был, и без которого я не мог, собственно говоря, выровнять ребра. И спасибо тем из вас, кто прокомментировали и сказали мне про этот инструмент. Ну, собственно говоря, я уже его заказал, я его уже получил. Ну, да, действительно, они бывают разные. Эта версия, ну, которую я купил, собственно, она выглядит так же. Если вы посмотрите, это точно такой же вайсгрипп. То есть, вот сама вот это вот, все это называется вайсгрипп. То есть, это пассатижи с зажимом, с регулировкой, да. Вот, все, что они сделали, они, собственно говоря, сюда наварили два, я полагаю, стальных, ну, вставочку такую с остальными цилиндрами, да, и сверху один. То есть, получается, что оно будет зажиматься, как бы, между. Причем, заметьте, что вот эти два по длине, этот покороче. Почему? Я покажу. Там будет упираться, это будет в нервюру, и чтобы до конца не прожать, чтобы угол не испортить. Значит, ну да, то есть, идея в чем? Мы вставляем сюда алюминиевый лист, и вот зажимаем, и он его будет выгибать. Вы это сейчас увидите. А так, вот, собственно говоря, простой инструмент, да, вот тут даже написано вайсгрипп. Я так понимаю, что вайсгрипп – это все-таки компания-производитель, ну, и отсюда их называют вайсгриппами. Вот, поэтому два инструмента у меня есть, и я сейчас буду переходить к работе над wing grips, то есть, над ребрами, над нервюрами крыльев. Значит, помимо этого, я за прошедшие дни подготовил задний лонжерон крыла. Ну, подготовил, я сделал там петли, сделал, то есть, вот я полностью собрал, склепал петельки для того, чтобы вешать на них элерон, элерон, элероны, да, и для того, чтобы вешать закрылки на них. То есть, в принципе, практически все готово у меня здесь. Но это, опять же, будет позже, когда я это буду устанавливать на, уже на лонжерон, это будет позже. А, значит, и помимо этого, я сделал два кредла, два держателя для передней, законцовки передней части крыла, потому что у нас крыло будет фактически составное, то есть, у нас, вот я сейчас работаю над Wings Par и основной его частью, это задней частью, но еще будет передняя часть, там топливные баки и просто законцовки. Вот для них я сделал деревянные крепежи, деревянные подставки, все примитивно просто, позже увидите. А пока что я предлагаю перейти к работе над нервюрами. Сейчас мы их будем выравнивать, посмотрим, как у меня это получится. Я уже успел потренироваться на куске алюминия, поэтому, думаю, проблем не должно быть. Ну, в общем-то, как-то так, наверное. Давайте начинать. Ну, собственно говоря, как работает этот инструмент? Все очень просто. Берем wingrip, то есть, нервюру берем, да? Ну, вот мы на нее смотрим визуально, она прям кривая, вот выгнутая нервюром. Я так думаю, что можно, в принципе, это увидеть, но она действительно кривая, она выгнутая. Значит, кладем ее заднюю часть на стол и смотрим, у нас тут огромный просвет получается по ровной поверхности стола. Берем наш инструмент и через каждые два линча вставляем его вот так, то есть, два длинных вниз, этот наверх, раз, нажали, и получили вот такой вот загиб. То есть, можно сразу увидеть, что получили мы вот такой вот прогиб. А что этот прогиб делает, собственно говоря? Гнем в центре вниз, фактически стягиваем с двух сторон материал. И так вот мы спокойненько через каждые два инча ставим... Я просто уже знаю, я уже пару нервюр сделал, поэтому примерно знаю, сколько нужно будет. Вот здесь пять понадобится примерно. Да, давайте посмотрим. Так, ну, 90 градусов угол я свой потерял, это понятно, но это другая история. Да, почти ровно. Добавим еще шестую. Так, и теперь посмотрим... Так, отлично. Эта сторона меня полностью устраивает, она практически ровная. Хотя, может быть, еще понадобится один заходик. Так, другая сторона. Точно такая же страшно кривая, поэтому делаем абсолютно то же самое. Так, начиная с... Отсюда. Один, два, три. Так, смотрим почти ровно. Добавляем шестую метку. Смотрим, смотрим ровно. Отлично. Кладем на стол для контрольной проверки. Причем, заметите, что кладу на стол только заднюю часть, потому что, видите, передняя от задней части нервюры, как бы имеет вот такое разделение, и вот так вот может свободно болтаться, поэтому эту часть сейчас будем отдельно обрабатывать. То есть убеждаемся, что все ровно. Спецы поправьте, если я что-то не так делаю, пожалуйста. Но мне кажется, вроде бы, по логике... Я не знаю, правильный ли я вообще способ выдумал, но вроде бы по логике это именно так и должно быть. Так, передняя часть тоже имеет некие загибы. Добавляем сюда три, потому что там не такой большой загиб. и убеждаемся, что мы выровнялись. Абсолютно ровная линия, а с этой стороны... с этой стороны практически ровно. Кстати, вот странно, да? Как бы штамповалось одинаково, но с одной стороны почти ровно, с другой стороны более криво было. Ну да, то есть я могу сказать, что теперь нервюра гораздо ровнее выглядит. То есть теперь можно с ней работать нормально. Вот. Осталось только 90-градусные углы проверить, но это я сделаю позже. Итак, вот наша нервюра готовая. Вот в такой же последовательности предстоит все остальные нервюры обработать. И потом их можно на каликозах сажать на... Винкспорт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, временно стало покрывать праймером первую часть составляющих крыльев, а именно нервюры, часть лонжеронов, ну там я, наверное, точ-ап сделаю, а задний лонжерон, ну да, вот, собственно говоря, и все, что там между ними, я это сейчас буду покрывать праймером. В этот раз я не буду камеру устанавливать вовнутрь, потому что после предыдущего раза на моей камере было много праймера, и я не хочу рисковать. Поэтому вот там на столах разложены все мои подготовленные нервюры и другие детали. Я приступаю к праймингу, а вам уже продемонстрирую окончательный результат после того, как закончу. Думаю, за сегодняшний день с праймингом справлюсь. Деталей много, работы будет много. Поехали! Ну что же, первый проход завершен. Поверхностный проход первый завершил. Вскоре буду переходить после полного просыхания к перевороту всех деталей, как в духовке, и к второму перевороту. А пока включаю продукты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, друзья, на этом подошла серия к концу. Итак, что было сделано? Ну, на самом деле, многое. Как обычно, я это люблю говорить. Было сделано многое, но еще больше предстоит сделать. Итак, все нервюры были подготовлены, покрыты праймером полностью. Также задние лонжероны были покрыты праймером. И помимо этого я еще сделал... А, ну, до этого, естественно, я собрал это все и сделал матч-дриллинг полный. Значит, расширил я отверстие в нервюрах. Значит, вот это вот отверстие делается в 10 нервюрах левого крыла. И здесь пойдет трубка для пито. То есть труба для пито. Я сделал немного больше, чем производитель рекомендует это отверстие. Не думаю, что это критично. Но почему я так сделал? Потому что мне необходимо заложить в крыло две трубки. Мне нужно заложить одну трубу. Трубку это пито, то есть нагнетающий воздух. А вторую под 60 градусов к ней будет. Это для угла атаки. Поэтому две трубки будут идти. Я немножечко больше сделал по диаметру, сделал большие вставочки. Но, как я понял, это приемлемо нормально. Это отверстие пол инча сделал. Через крыло, по всей длине крыла пойдет пластиковая труба. Вот такая вот черная пластиковая труба. Очень легкая. Почему труба? Значит, это для электрической проводки. Дело в том, что производитель изначально рекомендовал использовать такие же пластиковые вставочки. Все провода протянуть насквозь через крыло и скрутить их. Но я посмотрел, как другие строители самолетов делают. И пришел к выводу, что разумнее было бы, конечно, использовать очень легкую вот такую вот PVC трубку. Почему? Дело в том, что, во-первых, ну, все-таки провода лучше, когда будут внутри трубы все проходить. Так, спокойнее. То есть они точно уж не будут ничего касаться. Во-вторых, если понадобится добавить какой-то провод, его всегда проще добавить от основания крыла из фюзеляжа по трубе. Ну и, в-третьих, мне кажется, так правильнее. То есть труба очень легкая, она масса особо не даст. Она очень легкая, очень тонкостенная. Но, тем не менее, она позволит пройти через все нервюры. Я смогу через нее положить и отопление, и подогрев трубки ПИТО, и управление серво-машинкой в крыле, и управление огнями, лампами. И даже антенна еще будет там в конце заложена. Поэтому, думаю, такой будет результат. Вот, в принципе, так. На этом разрешите завершить эту серию. В следующей серии начинаю работать над заклепыванием сборкой крыльев, то есть заклепыванием, приклепыванием нервюр, сборкой нервюр, склепыванием их с передним и задним лонжероном крыла. И постепенно будем уже переходить к, собственно говоря, сборке крыльев. Работа кипит, работа идет. Спасибо, что подписываетесь. Кстати говоря, отдельно хочу сказать, хочу поздравить себя и всех с тем, что нас уже более двух тысяч подписчиков. На вчерашний день было порядка двух тысяч двадцати подписчиков. И это не может не радовать. Очень приятно осознавать, что все-таки много, много среди нас энтузиастов, тех, кому это интересно, те, кто смотрит, кто пишет отзывы. Спасибо вам огромное. Уверен, если все те, кто просто смотрит и не подписываются, подпишутся вдруг в один день, нас станет еще больше. Ну что же, спасибо. Давайте доведем до трех тысяч подписчиков. Всего доброго. Пока.